Сегодня, вернее вечер, сегодня у нас речь пойдет о Люсьене Леве, фигура сложная. Он вмыкает к школе французской социологической, был связан с ней дружеской. Он берет основные концепции, основное понимание коллективного представления, коллективного мышления и так далее. И на этой основе строят очень различия первобытного мышления от мышления, так сказать, временного. Но это такие слова, которые требуют уточнений, которые... Но вместе с тем Леве Брюль это не социологическая французская социологическая школа. И его книгу, как мне представляется, именно так и нужно интерпретировать в первую очередь философскую. Потому что если рассматривать ее как труд социологический или как труд антропологический, то в таком случае его концепция уже давным-давно подвергнута значительной критике и по тому материалу, который он использует, и относительно того, насколько его концепция применима к подобного рода материалу. И вся такая критика, она достаточно верна. И таким образом получается, что в плане антропологическом Леве Брюль это некий исторический этап. Человек, который создал концепцию, которая спровоцировала дальнейшие дискуссии, которого нужно знать для того, чтобы понимать дальнейшее развитие этой темы, но который сам по себе скорее является фигурой исторической. Но если мы будем рассматривать его именно как философа, то как мне представляется его работа, особенно его главная работа, которая называется «Первобытное мышление», или сейчас было дрезвание в 14-м году этой книги, ее перевели как «Первобытный менталитет». Так вот, эта книга, она, по сути дела, говорит о некоторых вопросах на антропологическом материале, ну, в общем-то, значительно превосходящая проблема антропологии. Он рисует некий такой тип мышления. Вот мы можем как бы воспринимать его концепцию, как некая приоритетная концепция подказанного тишления, которая противоположна мышлению логическому. И использует достаточно такой многообразный антропологический материал для иллюстрации этой концепции. А совсем не так, что он берет некий материал антропологический, анализирует его, и из этого выводит какие-то определенные свойства. И вот в таком отношении работа Леви Брюля крайне любопытна, потому что она, по сути дела, описывает определенный тип мышления, который можно найти и в антропологическом материале, но с таким же успехом его можно найти и в каких-либо других, на каком-либо другом материале, в частности, можно его отнести к современному мышлению. То есть он создает некую такую целостную концепцию определенного типа мышления. И мне кажется, именно в таком смысле Леви Брюля очень современен и очень актуален, если оторвать его от этой вот антропологической основы. Помимо того, что вот с этой точки зрения мы можем воспринимать книги Леви Брюля, также очень любопытна эта книга, как некое описание столкновения двух цивилизаций. Потому что нисколько говорит нам эта книга о них, об этих примитивных людях, примитивных, конечно, в кавычках, сколько о нас, о наших, в общем-то, реакциях. И те люди, которые, к трудам которых он обращается, это в первую очередь эволюционисты, но также и миссионеры 17 века. Миссионеры, которые оставили очень такое богатое наследие, но по сути дела не являются учеными-антропологами. Они ставили совсем другие цели и задачи в своей работе. И они тоже являются как бы персонажами. Несколько учеными, на которых ссылают Леви Брюль, а персонажами наряду с вот этими людьми, которых они считали примитивными дикарями. То есть фактически здесь разыгрывается некая такая драма. Встречается два вот этих персонажа. Один это такой туземец, архаический человек, а с другой стороны некий человек, который считает себя очень продвинутым, считает себя стоящим на вот некоторой высоте культурной и свысока может несколько предвзято относиться к примитивным дикарям, в кавычках, которые одержимы грубыми сувериями. Получается такая очень интересная картина, что при этом выявляется мифологичность не только дикарей, но и самих белых людей, которые совершенно не замечают своей мифологичности. Миссионер считает дикаря неким идиотом, который верит, что колдун может обратиться в крокодила, может душа колдуна войти в крокодила. И это с точки зрения миссионера смехотворно. И странно очень сопротивление дикаря, который не хочет понять те логические истины, которые им несет миссионер. Но при этом сам миссионер, оценивая действия дикаря, реакцию дикаря, говорит о том, что в дикаря всевелился дьявол. Это не раз выражение встречается в работах миссионеров. В дикаря всевелился дьявол, всевелился сатана и так далее. То есть миссионер не верит, что колдун может всевелиться, или какой-то злой дух может всевелиться в крокодила, но он тем не менее верит, что в дикаря всевелился дьявол. То есть по сути дела его тип мышления, его тип мировосприятия не так уж и далек от мировосприятия дикаря. Но в то же время эти самые дикари воспринимают белых людей с большим пониманием, с большей толерантностью. Они их воспринимают как бы симметрично. То есть с точки зрения дикаря вполне понятно, что белые люди, скажем, верят в священное писание, что верят в Бога. Дикарь говорит, что вот мы верим в гадание, мы при помощи гадания получаем какую-то информацию, общаемся с духом, а белые люди верят в написанное в священном писании и общаются с Богом. У каждого свое верование, каждый имеет право на некое свое верование. И дикари, в отличие от этих белых людей, от них не навязывают свое представление о крокодилах, людям и о белых. Когда Леви Брюль подходит к этим записям, он, к сожалению, не делает такой систематической критики источника. Он не пытается, он очень часто говорит о том, что вот такой-то миссионер написал какую-то работу, где он себя проявил как очень тонкий аналитик и так далее. Но при этом он не пытается как бы делать поправку на то, что это христианин, что он приехал в Африку или в Австралию с определенной целью, и что он действует в согласии с этой целью. И, соответственно, нужно как-то его текст воспринимать через определенную призму. Хотя, в конце книги первобытное мышление, он и говорит о том, что, конечно, миссионеры по-своему все это воспринимали, но материал он никак через этот фильтр не обрабатывает. Так что же это за магическое или прологическое мышление, которое противоположное мышлению логическому. Собственно, это в случае Леви Брюля европейскому человеку понять достаточно сложно. И слова нас очень сильно подводят, потому что мы говорим такие слова, как представление, например, или даже такие слова, как семья, смерть и так далее. Но все это европейские слова, которые обозначают определенные европейские явления. А представления и практики этих людей очень сильно отличаются. Поэтому представление, это, собственно, не представление. Это что-то, что... Это синтетическое мировосприятие, которое включает в себя как ментальную работу, так и чувственную работу. И даже нельзя сказать, что это присоединение чувственного и ментального, поскольку было еще этого разделения практически. Но, тем не менее, он пытается через множество примеров и через очень интересный анализ этих примеров показать, в чем заключается такого рода мышление. Надо сразу сказать такую вещь, что, во-первых, он, описывая такого рода мышление, постоянно, пока, постоянно приводит некоторые факты, волей и неволей, которые эту концепцию немножко разрушают. И очень часто его персонажи, они вполне себе логически размышляют. Скажем, к примеру, один человек, которого пытался миссионер удивить в том, что люди умирают естественным образом от старости, а первобытные люди, они не очень верят, что вообще люди умирают естественным путем, а тем более, что старость играет здесь какую-то роль. То его собеседник отвечает тому, что этого не может быть. и ссылается на опыт, на анализ опыта. Не на майгию, не на мифологию, а именно на опыт. Так же, как это делает и европейский человек. Вот посмотрите, ведь в племени существуют очень старые люди, и тем не менее, они живут и не умирают. В то время, как молодые люди могут вполне умереть. Стало быть, старость и молодость это вещи, которые не ревантны, не связаны с явлением смерти. Или, скажем, беседа тоже одного миссионера с человеком, который ему дал укрыться одеялом. И потом выяснил, выяснил одеяло, и ему подарил прокажон. Он был, конечно, в ужасе и попытался объяснить, что проказа передается инфекционным путем, но ему совершенно спокойно и логично этот человек объяснил, что это вовсе не так, что на самом деле контакт с прокаженным вовсе не обязательно вызывает проказы. И приводят примеры, что, скажем, в семье одного человека, когда он заболел проказой, все к нему относились хорошо, заботились о нем, и никто не заболел. А в другой семье человек заболел проказой, все сразу от него отбирают, все с собой избегают, и в результате этого все заболели. То есть получается, что отношение к человеку, но оно как раз влияет в большей степени на возникновение проказа. То есть вот такое вот рассуждение, это совершенно такой классический эксперимент Крутцис, такой крестовый эксперимент, критический эксперимент, который предлагал отец нововременной науки Фрэнсис Бекон, который говорил о том, что нужно составить таблицу Крутцния, где существуют два явления, которые полагаем связаны, и таблицу отсутствия, где эти явления не связаны друг с другом. И дальше эти две таблицы соединить, и таким образом мы поймем, существует ли корреляция между таким явлением, как контакт проказанным и заражение. Мы видим, что в одном случае, в одном случае присутствуют проказы и присутствует контакт, но не получается заражение. В другом случае присутствует проказа, отсутствует контакт, и тем не менее существует заражение. Значит, эксперимент Крутцис показывает, что контакт вовсе не является существенным. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, Леви Врюль пытается описать вот такое замкнутое мифологическое мышление, которое прежде всего является крайне ограниченным. Мир первобытного человека, мир примитивного человека очень ограничен. и он ограничен тем, что для человека ваше. Важным гидом, как мы работаем в первую очередь, решить какие-то другие бытовые проблемы. Чего, помимо этого, этих людей просто не интересует. Вот это произведение, которое приводит к антропологу, и в частности в Санкт-Петербурге. И, в качестве примера, говорит о неком эскимосе, который сидел в задумчивой позе. И его спросил антрополог, о чем он это задумался. И эскимос даже обиделся за такой вопрос. Он сказал, я сейчас сыт, поэтому я ни о чем сейчас не думаю. Вот если бы я был голоден, я бы думал о том, как бы раздобыть еду. То есть его обидело само даже предположение, что он о чем-то думает. Потому что это свидетельствует о некотором недостатке, о том, что ему чего-то не хватает, что он чем-то озабочен и так далее. А он в данный момент находится в таком блаженном сытом состоянии. И вот этот вид старца задумчивого на самом деле под собой ничего подобного не подразумевает. И вот этот ограниченный, в этом ограниченном мире, этот ограниченный мир очень сильно отличается от нашего мира, в котором существует представление о причинах и следствиях. А это значит, что у нас есть определенная цепочка. У нас одно явление кивает на другое явление, другое на третье, третье на четвертое и так далее. То есть весь мир пронизан вот такой тканью причинно-следственной связи. И эта причина-следственная связь, она может постигаться рационально. Мы знаем, что вот эта вот причина, вот это следствие вызывает. И то, что нам неизвестно или будущее, тоже пронизано уже предполагаемой рациональности. Я пока что не знаю, какие следствия этих причин или какие причины этих следствий, но я знаю, что эти причины есть. И что если я буду об этом размышлять, то я смогу понять, какова разумная, рационально описываемая взаимосвязь. В противоположность этому примитивный человек обращается к сакральным причинам. То есть над вот этим ограниченным мире, в котором они живут, существует еще некий иной мир, который постоянно оказывает воздействие на этот мир. Это воздействие, оно просто тотальное. Вот это тоже позиция, за которую критиковали Леви Брюля. То есть человек, который находится в этом ограниченном мире, он постоянно следит за тем, какие причины сакральные тех или иных явлений. Не бывает какого-либо явления, которое бы не имело своей сакральной причины. При этом здесь такой важный момент, что говоря о сакральной причине, здесь опять мы используем европейскую лексику. А здесь причины нет. Потому что событие, которое случается, которое разворачивается перед этим человеком, это непосредственное откровение чего-то другого. Первобытный человек воспринимает это интуитивно неким единым актом. И никакого перехода здесь в какой-то скрытой причине нет. Он видит, скажем, некую птицу, за этой птицей стоят какие-то злые силы. Но он не делает некое заключение от птицы к злым силам. Он собственно эти злые силы непосредственно воспринимает. поэтому такого рода люди и отвергают дискурсивное знание. Знание, которое основано на переходе от одного к другому. От одного понятия к другому понятию. Поскольку ценится непосредственная интуиция. А дискурсивное знание требует нас отвлекаться от непосредственной интуиции, мыслить в абстрактные понятия, к которым прибавляются еще абстрактные понятия, прибавляются еще абстрактные понятия. И из этого белые люди что-то делают. Но человеку примитивному это совершенно скучно и неубедительно. Потому что для него ценность имеет непосредственное откровение. И таким образом получается, что этот человек живет в мире, в котором постоянно он получает некие сигналы. постоянно существует огромное количество китов, огромное количество животных и так далее, которые постоянно человеку что-то говорят. Говорят о том, что что-то благое свершится или что-то свершится злое. Хотя надо сказать, что они определенным образом умеют защищаться от этих знаков. то, что некий знак осуществился, это еще не фатальность. Есть какая-то возможность как-то этого избежать. Причем зачастую они пускаются на такие трюки, которые мы можем удивиться, сказать, что это просто если есть некое зло, то это не способ избежать этого зла. Но скажем, к примеру, когда происходит свадьба, очень громко играют в разные музыкальные инструменты. Но не только музыкальные инструменты, а бьют во что попало, в кастрюли и так далее. Зачем? Для того, чтобы если некая птица, которая может наговорить беду, зазвучала, мы бы ее не услышали. Но ведь от того факта, казалось бы, что мы ее не услышали, от того, что мы ее не услышали, от этого сам факт наличия этой птицы ничуть не исчезает. И таким образом зло остается с нашей точки зрения. Или скажем, если туземцы плывут на лодке и слышат, что с правой стороны какой-то звук неблагоприятный был услышан, в то время как если бы он был услышан с левой стороны, он был бы благоприятным. Что они делают? Они просто останавливаются, разворачивают лодку, и от того, что они развернули лодку, получается, что этот звук уже звучит слева, а не справа. Дальше они выходят на землю, проводят некое благодарственное мероприятие, воздают этому духу, благодарят этого духа за то, что он послал им благоприятную весть, затем опять садятся на лодку и плывут в ту же сторону, в которой они плыли раньше. Или, скажем, если человек слышит какой-то тоже неблагоприятный звук, он может сказать, что может прочесть такое заклинание, чтобы этот звук пристал к поджилкам собаки моего врага, к копью моего врага, и так далее. В то время, когда он слышит благоприятный звук, он должен сказать, чтобы этот звук пристал к его собаке, к поджилкам его собаки и к его копью. Но здесь дело в том, что у них другое восприятие этого, потому что это не просто некий такой, что есть сигнал, а есть некий факт. А это, собственно говоря, и есть факт. И когда мы препятствуем этому факту, вот этому звучанию, то тем самым разрушаются и злые силы, мы тем самым препятствуем злым силам. Не слушая злые силы, мы тем самым лишаем их действенности. Для такого рода мышления характерна непроницаемость для опыта, как выражается Леви Брюль. Опять-таки позиция, которая подвергается очень сильной критике. Несмотря на то, что первобытный человек непрерывно испытывает какой-то определенный опыт, познает различные свойства растений, животных и так далее, и вроде бы у него есть очень-очень такие большие познания о некоторых свойствах этих предметов, иногда он может удивить, крайне удивить исследователя, заявив некоторое положение, которое прямо противоречит опыту. Например, очень многие туземцы убеждены в том, что крокодилы не едят людей. И они, это не просто они убеждены, они смело идут купаться в воду, там, где есть масса крокодилов. И считают, что крокодил ни в коем случае не съест человека. Но ведь есть же какие-то факты о том, что крокодилы вполне себе даже едят людей. Но эти факты, они ничуть не убеждают, ничуть их не сдвигают с этой позиции. Потому что они считают, что крокодил съест человека только в том случае, если дух некоего злого шамана или некий злой дух селится в крокодила и таким образом заставит этого крокодила съесть человека. То есть всякий раз, когда человек съест крокодил, это не крокодил его съел, а злой дух его съел. Но если даже человек не пойдет купаться там, где кишет река крокодилами, все равно злой дух может его каким-то другим образом потянуться до него при помощи какого-либо другого предмета, так что смерти ему все равно не избежать. Это надо сказать, что очень интересное положение, потому что здесь как раз очень важный интересный вопрос задается. Вот если мы действительно примем, что существует некая естественная связь причины-следствий, то все равно эта естественная связь причины-следствий совершенно не объясняет того, почему в данный момент произошло именно это событие. Скажем, понятно, что старое дерево рано или поздно упадет. Это понятно и европейцам, и туземцам. Но почему случилось так, что дерево упало в тот момент, когда некий человек там сидел? Сказать, что оно старое, это не очень удовлетворительное объяснение с точки зрения этого человека. Если, скажем, три девушки стояли на берегу реки и к ним подплывает крокодил, то почему крокодил схватил именно эту девушку, а не другую девушку? Он хотел есть, предположим. Но ведь он мог бы с таким же успехом схватить другую девушку. Это очень, кстати, на самом деле очень серьезный упрек в адрес такого европейского понимания, причинно-следственного понимания. Действительно объяснить вот данный факт, вот эта причина-следственная концепция причинно-следственной связи не может. И забавно сделать такую ремарку, что вот такой вот тип мышления, он характерен не только для примитивных людей. Скажем, у Фомы Аквинского его доказательства в бытие Божьего проводится та же аргументация. Он говорит о том, что первопричиной является Бог, потому что существует некие средние события. Вот почему существует данное событие. Просто естественными причинами это невозможно объяснить. У любого события есть огромное количество предшествующих причин. Но почему это все уже давно не прошло? Почему это все не кануло в какую-то бесконечность? Почему мы, допустим, сейчас сидим? Почему вот есть некий наблюдаемый в данный момент факт? Это можно объяснить только тем, что Бог выступает некой такой супер причиной, которая актуализирует именно данное явление. То есть на самом деле у вот этих первобытных людей очень такое изысканное. Они ставят очень сложный вопрос и у них очень такая изысканная оказывается логика. Следующий важный момент это это то, каким образом происходит восприятие мира у этого человека в пространственном и временном отношении. Наше представление о пространстве и времени отнюдь не естественное. Мы привыкли воспринимать пространство и во многом время как такое нюценианское, как изоморфное, изотропное. Каждый кусок пространства одинаков по сравнению с другим куском пространства. Мы можем поворачивать это пространство и так далее, уменьшать, извеличивать. От этого свойства пространство не меняется. Каждый час он механически отмеряется. И вот но Леви Брюль считает, что такое представление о пространстве и времени как раз является результатом того, что у нас есть, существует вот это каузальное мышление. Мышление с причинами и следствиями. Если есть причина, есть следствие и так далее, есть дальше еще одно следствие и тому подобное, вот для этого необходимо время. И мы можем располагать вот эти причины и следствия визуально в некоторую такую цепочку взаимосвязанную. Таким образом у нас получается представление о пространстве. Ну, здесь еще еще раз упомяну, что Леви Брюль философ. И здесь он опирается с одной стороны на представление о пространстве и времени у Канта, который считал пространство и время априорными формами чувственности. Хотя он его как бы опровергает определенным образом. Но тем не менее он считает, что у европейского человека это именно вот некоторая такая форма чувственности. И он противопоставляет такому пониманию времени и пространства концепцию Бергсона, Андрея Бергсона, который говорил о том, что существует такое понятие длительности. Это не время механическое. Это некое время, которое является качественным, которое совершенно не является пространственным. И Бергсон полагал, что такого рода время как раз присуще нашей внутренней жизни. И по сути дела и вот это восприятие времени оно характерное для первобытного мышления. То есть первобытные люди являются такими спонтанными берксонианцами. Или Бергсон является последователем первобытных людей. Вот такое мышление оно игнорирует формальную логику. Игнорирует законы формальной логики. Законно формальной логики говорят о том, что предмет что не может быть в одно и то же время в одном и том же отношении и а и не а. например и мертвым и живым человек не может быть в одно и то же время. Человек тождественен в себе. То есть закон тождества а есть а. Если некто является человеком то он тем самым не является скажем попугаем или еще кем-то. В прямом смысле этого слова. В метафорическом может быть. Но первобытное мышление игнорирует вот эти законы логики и вместо них основывается на прямо противоположных законах которые Леви Брюль называл законами партиципации и белокапции. Закон партиципации заключается в том или закон сопричастности заключается в том что один предмет может быть причастен другому предмету. Может быть до такой степени что даже тождественен к этому предмету. и поэтому когда человек говорит что представитель племени Бараро говорит что он является попугаем Арара то здесь имеется ввиду не то что он метафорически является этим попугаем но что он действительно им является что действительно вот эти два предмета попугай и человек оказываются тождественными. Точно так же могут быть тождественен крокодил и шаман или злой дух или какой-то камешек он может быть тождественен какому-то магическому средству и так далее. А другой принцип это билокации когда считается что один предмет может в одно и то же время находиться совершенно в разных местах. Шаман он сидит на своей циновке но в то же время он находится внутри крокодила и поедает вот эту юную девушку которая неосторожно пришла подошла к к речке. На основании такого логики у этих людей складываются совершенно другие представления о многих вещах которые для нас естественны и которые мы считаем само собой разумеющимися и присущими всем остальным. Скажем у них совершенно другое представление о мертвых о самом моменте смерти. Для нас это тоже важная вещь. В какой именно момент человек становится мертвым. Вот если у него скажем умер а физиологическая летельность еще остается можно ли его считать мертвым или живым. Это такой непростой вопрос. Для человека примитивного вот это вот различие между жизнью и смертью оно очень сильно растягивается. Очень много таких явлений когда люди воспринимаются как мертвые хотя они живые или наоборот. Скажем очень многие шаманы могут осмотреть больного человека и сказать что душа уже покинула этого человека этот человек мертв. После этого приговора этот человек может жить еще месяцами но он уже всеми считается мертвым и даже его могут помочь успокоиться если он слишком беспокойный и не хочет выполнять функции мертвого то его можно убедить тем или иным способом поступать правильно. Скажем один врач европейский вспоминает что к нему подошел энтуземец и попросил яд для матери аргументируя это тем что его мать уже мертва но она очень беспокойно себя ведет и вот нужно ее успокоить а еще лучше отправить ее туда где она должна быть. С другой стороны мертвый человек воспринимается как вполне живой. с телом могут достаточно коммуницировать плотно например есть такой обычай который Мариновский тоже описывал что мертвое тело ложится на колени старух плакальщик они коленями трясут и мертвое тело тоже трясется как живое и считается что в эти моменты мертвец может что-то сообщать людям. или магический маятник который описывал Марсель Мосс когда мужчины берут тело мертвого человека и идут с ним и это тело их как бы влечет куда-то в ту или иную сторону и влечет оно их в то направление где же живут те люди которые являются такими сверхъестественными причинами смерти потому что смерть неестественная вот кто-то какой-то колдун какой-то шаман этого человека убил при помощи при помощи некой магии и мертвое тело направляет направляет этих людей туда где находится этот шаман ну даже если мертвеца закопают то в таком случае некоторые люди могут играть роль этого мертвого человека и наряжают этого человека в одежду этого мертвого он говорит голосом этого мертвого и считается что это действительно воля этого человека если этот человек является там членом совета вождей то воспринимаются слова хотя это может быть какой-то какой-то совершенно человек глупый И тем не менее его слова воспринимаются именно как слова вот этого мертвого вождя. И когда же мертвые все-таки отсоединяются от мира живых, они остаются поблизости. Есть два как бы вида мертвых. Один вид мертвых это которые находятся рядом с людьми некоторое время, а затем они уходят в некоторую такую дальнюю страну. Или иногда даже могут они одновременно и находиться рядом с людьми и быть в некоторой другой стране. То есть у человека есть как бы две души. Одна душа большая, другая душа маленькая. Сравнивается одна с отражением, а другая с тенью. Или одна с длинной, а другая с короткой тенью. И вот эта вот тень или короткая тень, она остается рядом с людьми. А отражение или длинная тень, она уходит в царство мертвых. И с вот этими душами идут очень сложные отношения. Даже так с двумя душами вот этих мертвых. Их нужно облажать. Потому что мертвецы могут завидовать и злиться от того, что они умерли. И готовы отомстить. Готовы сделать непрерывно какую-нибудь пакость живым. И забавная такая вещь, что те люди, которые при жизни были хорошими, они умерев становятся особо опасными. Говорят, этот человек при жизни не сделал никому ничего дурного. Значит, умерев, он наверняка наверстает упущенное. И наверняка он сделает, что стоит от него ожидать особых гадостей. Поэтому им предлагают различные жесты почитания. Приглашают их есть нашего быка. Причем этим быком оказывается, как правило, курица или еще какое-нибудь такое не очень ценное животное. По мере того, как мертвые из нашей памяти уходят, по мере того, как те люди, которые знали этих мертвых, то сами тоже умирают, мертвые безиндивидуализируются. Однако их присутствие все равно сохраняется и становится еще более опасным. Мертвые как бы становятся некой анонимной силой. Становятся некой такой злой или благотворной анонимной силой, которая пронизана природой. И приходится теперь уже не просто ублажать какого-то отдельного мертвого, а ублажать вот эту вот силу, что, конечно, гораздо сложнее и непонятно, как эта сила будет действовать в какой-то конкретный момент. Поскольку смерть является противоестественной, то необходимо за каждую смерть отомстить. И в этом причина войны. Собственно, война, она, это не экономическая акция, не политическая акция, ну или, скажем, экономическая и политическая во вторую, во втором, во вторую и в третью очередь. А главная причина войны это то, что нужно отомстить за убийство этого человека. Если злоба исходит из какого-то другого племени, если вот этот шаман живет в некотором другом племени, то в таком случае племя или группа этого убитого человека идет воевать с этим племенем. И если бы не это, если бы нет необходимости, то в таком случае они бы просто не стали воевать. Кстати, если мы возьмем наши воины, то они очень часто тоже имеют подобного рода причину. Мы вспоминаем о том, что вот когда-то произошло какое-то такое событие, что вот те-то неразумные хазары сделали что-то против русских, а русские сделали что-то против неразумных хазар. И вот сто лет назад это является, это взывает нас к тому, чтобы отомстить. Но в отличие от нас, очень часто у этих племен война превращается в некую инстинеровку. То есть они как бы вовсе не хотят всерьез совершать какие-то массовые убийства и так далее. Вполне достаточно, чтобы этот человек был отомщен. Чтобы другое племя принесло некую кровавую жертву за жизнь этого человека. Причем часто бывает, что в качестве этой жертвы другое племя выбирает самых ничтожных, самых больных. Или таких, которых они сами считают источником зла. Неуживчивых, ворчливых и так далее. А люди неуживчивые и ворчливые считаются очень большим злом для племени. И вместо того, чтобы убить того человека, который может быть действительно был виновен в смерти этого члена племени. Просто убивают вот этого ненужного члена племени. Это вполне удовлетворяет в противоположную сторону. Они дальше совершают определенные ритуалы примирения, совместную трапезу и опять друзья. Или скажем, могут в того человека, который считается виноватым, бросать копья. И эти копья, определенное количество копьев. Если этот человек будет убит, а это бывает редко, то значит так тому и будет. Если же этого человека ранят, то в таком случае кровь пролилась и это считается искупением. Ну, собственно, на самом деле время у нас поджимает, а про Леви Брюля нужно еще рассказать нечто интересное и важное. Поэтому я предлагаю сегодня закончить, а на следующий раз продолжить, со словом Леви Брюля, если вы не против. А если нет, то в принципе мы можем перейти к другим, поскольку какие-то главные вещи я проговорил. Но хотелось бы, в принципе, еще нечто сказать. Ой, а давайте лучше, правда, продолжим в следующий раз про Леви Брюля, потому что мы же никогда не опаздываем. Давайте. Хорошо договорились, значит будем продолжать. Ага, ну что, тогда мы останавливаемся, да, на этом. Ну, можно и по-моему, какие-то такие. Ой, у кого-то музыка играет. Не останавливай запись. Да, Слав, останавливай. Угу, хорошо.